Дорогие коллеги и дорогие друзья, начинаем наш симпозиум, посвященный выставке до востребования и, соответственно, посвященной теме Музей живописной культуры. Сегодня довольно много докладов, поэтому я надеюсь, доклады будут короткими. Я начну первым и подам пример короткого доклада. Даже мой доклад, это сообщение, поскольку небольшое предисловие. Вот сейчас, когда идет выставка, в социальных сетях очень много реакции на эту выставку и положительной, и критической. И особенно всех беспокоит экспозиция. К сожалению, меньше беспокоит состав выставки и сами картины. Хотя мне бы, конечно, было приятнее, чтобы это больше беспокоило, интересовало. Но, тем не менее, по поводу того, что это плохо видно, как-то не всегда можно рассмотреть картины. Вот это главная претензия. И я, во-первых, что меня обрадовало в этой реакции, что это мне напомнило реакцию на авангардные выставки десятых годов, которые тоже проходили и вызывали тоже бурную бурю недовольства. И то, что сегодня тоже недовольство, некоторые есть, но не такое, конечно, как в те годы. Это приятно. Значит, авангард жив и еще не музеифицировался до полной мертвичины. Мертвичины. Это очень хорошо. Но, тем не менее, мне захотелось, и как-то я решил, что нужно воссоздать некоторую картину экспозиции того времени. И вот я собрал, скажем, несколько десятков, не буду вас пугать, немного, три десятка фотографий выставок того времени, которые, в общем-то, в итоге разделились на две категории. Я этой темой занимаюсь впервые, поэтому, может быть, какие-то я допустил тут ошибки и буду рад какой-то критике с вашей стороны. Но, во всяком случае, две категории явно напрашиваются. Одна такая классическая, музейная категория выставок, а вторая, вот, так сказать, шпалерно-полушпалерная. Ну, я так их называю, для себя я такие названия придумал. Они, конечно, антинаучные абсолютно. Так, ну вот, сейчас мне нужно, наверное, взять компьютер сюда. Вот перед вами, значит, первое изображение. Все-таки вот слева это шпалерная развеска, настоящая. Это 18 век. А справа это наша выставка. Все-таки это не шпалерная развеска, поэтому я ее называю полушпалерной. Ну, это, конечно, так неприлично говорить. Тем не менее, вот, отличие есть, несомненно. Я буду по хронологии сейчас вам показывать некие фотографии и как-то их кратко комментировать. Вот это замечательная фотография выставки 909 года «Импрессионисты». Мне хотелось ее показать даже не только из-за того, что там видна эта экспозиция. Она даже не очень хорошо видна. Просто здесь совершенно замечательные персонажи, которые на нашей выставке до востребования тоже частично присутствуют. Вот там спрятались братья-бурлюки. Вот Давид Владимир. Вот это вот Добычина. Ну, это Кульбин, естественно. Еврейнов. А вот эта замечательная художница Шмидт Рыжова. Ее работа будет на следующей выставке нашей в 17-м году. Ну, и тут вот все персонажи, в общем, это союз молодежи будущий. Вот 12-й год. «Кольцо в Харькове». Вот я считаю, что это первая экспозиция такая. В духе нашей выставки. Так называемая полушпалерная. Да, наверху картины висят в несколько рядов. Некоторые вот даже для удобства немножко от стены отодвинуты. Ну, тут, конечно, масштаб несколько иной, чем у нас в зале. Но, тем не менее, это явно... А, хорошо. Так, вот это «Ослиный хвост» экспозиция работ Малевича. У меня, правда, честно говоря, есть некоторые сомнения, что это «Ослиный хвост». Но это уже вопрос такой более частный. Во всяком случае, традиционно принято так считать. Но это классическая развеска. Вообще классическая развеска все-таки превалирует в эти годы. Вот еще одна совершенно замечательная первая выставка «Лубка». Вот Лена Овсяникова, представитель, но предоставила, в общем, эту фотографию опосредованным образом. Это классическая развеска тоже. Хотя вот шпалерность тут наблюдается некоторая. Вот выставка 2014 года, нет, 2014 года, Балтийская выставка. Это была такая не только художественная, но и декоративно-прикладная выставка. Но там были отдельные произведения искусства. И, в общем, это тоже как бы такой уже вариант полушпалерной развески. Ну, эту фотографию знают все, конечно. И это вот как раз один из примеров того, как можно было развешивать картины так же, как вот мы развесили у себя на выставке. Развеска принадлежит самому Малевичу, естественно, потому что черный квадрат здесь в красном углу. И, значит, здесь вот эти вот все такие приклеенные плакатики, это тоже дело рук Малевича, поскольку, как известно, Пуни ему запретил упоминать супрематизм на этой выставке, но Малевич его не послушался и все-таки на открытие все это вот принес и повесил. Да, вот эта выставка предыдущая, вот эта выставка 2015 года современного декоративного искусства, так называемой Вербовки, если вы помните Вербовку, которая была организована Давыдовой, Натальей Давыдовой, когда по эскизам художников-авангардистов, но уж больше в 17-м году, чем в 15-м, это уже была вторая выставка, делались вот эти вышивальщицы из села Вербовка, из села Скопцы, народные мастерицы, шелком вышивали подушки, шарфы, сумочки по эскизам авангардистов. И в частности Малевич, вот мы видим здесь, ну там может быть это Розанова или, не знаю, Попова, Удальцова, кто-то из них, вот эти вот три вещи, супрематические. Но это, повторяю, 15-й год. Была еще одна выставка, но в 17-м году, но ее экспозиции и фотографии ее нет. Хотя есть прекрасные фото самих экспонатов, которые сделал американский один фотограф. Вот выставка Живержеева, памятники русского театра из его коллекции, 15-й год, Петербург. И, в общем-то, это тоже уже шпалерная развеска. Вот еще одна трамвай В, снова экспозиция Малевича. И здесь классическая развеска как раз. Хотя от Малевича можно было бы ожидать и другой. Вот судя по 0,10. Вот еще две фотографии с выставки 19-го года. Это 19-я государственная выставка. Это зал Кандинского и зал Родченко. Вот зал Родченко и Степановой. Ну, это абсолютная классика. Это классика. Вот экспозиция тоже 19-го года. Это первая государственная выставка в Саратове. Ну, тут как бы, так сказать, полуклассика, полушпалерная развеска. Это как бы смешаны два принципа. Вот это совершенно замечательное фото, редкое, которое делал Родченко, кажется. Выставка у Нависа в Витебске весной 20-го года. Ну, это работа Кудряшова и Тимофеева. И Тимофеевой, и... Да, Кудряшов и Тимофеева в основном. Это шпалерная развеска. Вот еще одна выставка витебская. А вот это... Это тоже фотография Родченко, но в очень плохом воспроизведении. Это как раз вот один из примеров того, как мы повесили свою экспозицию. Это выставка, посвященная третьему Коминтерну в Петрограде. Теперь вот персональная выставка Малевича 20-го года. Три фотографии сохранилось. Вот, видите, вполне в те же принципы. Работа повешена под самый потолок и довольно, так сказать, хаотично. Это тоже вот из той же истории. Вот я соединил их все три вместе, чтобы было такое представление, какие это были залы. Это было, конечно, грандиозное явление, несомненно. Вот это выставка «Обмаху». 21-й год, Москва. Ну, тут Медунецкий, Ягонсон, Родченко. Но это уже другой тип вообще экспозиции, на самом деле. Это как бы такая авторская экспозиция, которая только вот начинает появляться понемножку. Это выставка «Унависа», тоже в Москве. 22-й год. 21-й год. Работы слева, они были выставлены как, ну, без фамилии, без названий. Это выставка «Венецианская Бьенналия». Ой, простите, нет. 22-й год. Первая русская художественная выставка в галерее Ван Демен. Вот тут Штыренберг, Альтман и устроители выставки с немецкой стороны. Вот опять же еще Штыренберг слева. Ну, это классическая развеска как раз. Вот еще та же выставка. А вот выставка, персональная выставка Пуни в Берлине в 22-м году. Вот видите, здесь уже абсолютное сходство с тем, как повесили мы картины. Они висят очень высоко. Смотреть их действительно довольно трудно. Но тут была, наверное, у Пуни задача иная. Как бы представить себе всю эволюцию собственного творчества. И, конечно, это авторская экспозиция, несомненно. Вот это то же самое. И вот еще третья фотография того времени. Вот я их сопоставил, опять же, вместе, чтобы было видно, как это выглядело в реальности. вот другой пример классической развески. Это Бебутова на своей выставке в Париже в 23-м году. И вот одна из, так сказать, очень таких точных примет полушпалерной развески. это выставка 23-го года. Петроградские художники всех направлений. Тут вот действительно собрались мастера самых разных направлений на этой фотографии. На фоне картин. И вот еще мы видим, как были повешены работы. Справа это группа Малевича, Унавис. Они все без названия были выставлены. Поэтому в каталоге унависцы фигурируют только под этим именем. Малевича в каталоге нет. И вот да, простите, вот тут значит Малевич справа, а слева это Зарвет. Матюшинская компания. И вот еще одна, как бы другая часть этой же стены, где Унавис. Тут кое-какие работы можно идентифицировать. И некоторые даже из них сохранились. Но меньшая часть, к сожалению, большая часть вообще утрачена. Вот эта вся экспозиция целиком. Пример классической развески. 24-й год, 24-й, 25-й год, всеобщая германская выставка в Саратове. Это художники немецкие представлены, не русские. но тоже такая свободная, очень живописная экспозиция. Это Венецианская бьеннале 24-го года. Ну, тут уже советская власть победила авангард, в общем-то, и, в общем, это уже такая новая, новая советская искусство уже здесь представлена. Хотя персонажи, художники иногда и те же, что и раньше. Ну, вот там справа мы видим Штуренберг тут есть и так далее. И вот тоже пример такой же шпалерной, полушпалерной развески. Это посмертная выставка Поповой, которая была в Москве в Музее живописной культуры в 24-м году, а потом в 25-м году она переехала в Краснодар, в Краснодарский музей. И там какое-то время было открыто вот они все три фотографии. Ну, их на самом деле чуть больше. И тоже тут некоторые работы вполне идентифицированы, но не все, к сожалению, далеко не все. А это пример уже такой классической авторской экспозиции. Это международная выставка декоративного искусства и художественной промышленности в Париже в 25-м году. Архитектор Мельников, а художники экспозиции это, значит, была Александра Экстер и Виктор Барт. И вот еще, так сказать, оттуда же, вернее, это ОНТ, отдел новейших течений в Петербурге, тоже такая, на мой взгляд, авторская экспозиция. И вот выставка Лисицкого, вернее, выставка прессы 28-го года в Кельне, это целиком дизайн полностью был сделан Лисицким. Ну, вот, это классика, зал, зал Малевича и Поповый, и Удальцовый, залы, вернее, на выставке 15 лет, художники-ресофсер за 15 лет, это, как-то, последний, так сказать, всплеск авангарда выставочного, 32-й год, и, в общем, после этого авангард как бы на выставках так вот в таком масштабе большом уже не фигурировал. Ну, и вот как бы наша выставка, и вот я ее поместил в ряд тех притеч, которые были на протяжении этих лет, вот, шесть, так сказать, выставок, или пять, сколько их там набралось, которые, как бы, стали образцами для нас. Вот еще, ну, как бы, так сказать, почти один ряд получается. На самом деле, наша выставка, она открывалась, когда мы ее делали, и когда делали экспозицию, такой вот идеи повторить дизайн того времени, в общем, она как бы четко не прорисовывалась. это, в общем-то, получилось как бы спонтанно отчасти. Но спонтанно очень верно, на мой взгляд, потому что, вот, как вы видите, перед вами пример того, как это все выстраивалось и как это все соответствует вообще образцам первоначальным, авангардного времени. Но мне бы хотелось еще сказать в своем выступлении не только об экспозиции, потому что все-таки тут дело и в том, что, когда мы делали выставку, мы хотели воссоздать некую модель музея живописной культуры. Как известно, музей живописной культуры в Москве существовали, московский музей, он вообще был, вот ему будет сегодня посвящен отдельный доклад Люба Пчелкиной, он довольно долго существовал, с 19 по 29 год. Не всегда он функционировал, правда. Потом был Петроградский музей, тоже о нем будет доклад Ирины Карасик, это с 19 по 24 год. А потом еще были короткие такие, так сказать, существования музея живописной культуры, во-первых, в Астрахани, а нет, простите, в Нижнем Новгороде, да, в Астрахани тоже, и в Краснодаре. В Краснодаре вообще была уникальная ситуация тогда в 20-е годы, потому что там был такой профессор Войцик, который был литератор и, в общем-то, ну, филолог, наверное, скорее всего, но при этом он обожал авангард, он собрал довольно большую коллекцию авангарда, там было чуть ли не 400 работ в какой-то момент, ну, они, конечно, в большинстве не сохранились, но очень много и дошло до нашего времени. Вот, так что это модель вот этого музея живописной культуры, который строился как говорил Кандинский, не искусствоведами, не музейными работниками, а художниками он должен создаваться, и это история формы, а не история хронологии искусства. Вот мы как бы тоже следовали этой истории формы, но, правда, она совпала с хронологией все-таки все равно у нас на выставке, но это естественно, абсолютно. и еще два слова о том, как эти работы, в общем, все оказались в региональных музеях. Ну, все, наверное, знают, что было такое музейное бюро, которое работало с 19-го по 20-го, конец 22-го года, и оно было создано Кандинским, в голове стоял очень короткое время Кандинский, потом его сменил Родченко. Это музейное бюро закупило у художников, ну, на 99% это были авангардисты, московские и Петербург, петроградские, так вот, музейное бюро закупило почти 2000 произведений и распределило их по провинции, по 40 городам провинции. Ну, осталось, конечно, половина, не больше, наверное, в некоторых городах вообще все исчезло, ну, например, в Луганск было отправлено в свое время 40 картин авангарда. Вообще ни одного следа от них нету. Витебская коллекция погибла почти вся во время бомбежек Второй мировой войне. В Хабаровске, я знаю, были сожжены работы. Ну, и судьба, например, тех, которые остались, тоже, конечно, их спасение это дело музейных работников героических, героических абсолютно, как в Самаре, например, или в Астрахани, и в других городах. Вот. Но помимо музейного бюро, коллекции региональных музеев дополнялись за счет, так сказать, чистки музейного фонда. Да, вот такой был музейный фонд, создан в 1927 году, его первый раз, по-моему, чистили очень сильно. Весь формализм, пытались, значит, избавиться от него. Поэтому формализм ушел в Астрахань, я знаю точно, в Тотьму, например, вот удивительно, да, такой город Тотьма, мало кому известный, в Вологодской области. Вот две картины из Тотемского музея на нашей выставке фигурируют. Это Грищенко и Борис Такке. А еще там у них в собрании есть двусторонняя работа Натальи Гончаровой, которую вот они тоже привезли, но мы не смогли ее выставить по соображениям реставрационного. Она сейчас в реставрации. Может быть, ее к концу нашей экспозиции вылечат, и тогда мы ее отдельно покажем. Это вообще уникальная вещь 1905 года, которая фигурирует в каталогах Гончаровой, прижизненных, это Дамова в зеленом шарфе. Двусторонняя работа, где на обороте такой... Ну, кстати, что я вам рассказываю, она в каталоге воспроизведена, вы ее увидите. Ну, в общем, редкая вещь, и вот в Тотьме она нашлась. Так что, благодаря вот этой чистке мы имеем такие замечательные региональные коллекции, о которых сегодня, как раз и пойдет речь. Ну, вот на этом я закончу свое выступление. Спасибо вам за внимание. И я думаю, что мы приступим к настоящим докладам. Вот сейчас перед нами Наталья Борисовна Автономова расскажет о деятельности художественного фонда и создании Музея современного искусства в России в 18-20-м году. Наташа, садитесь сюда. Я как бы благодарна, что мне предоставлена такая честь начать эту симпозиу. И хотела бы немножко откомментировать то, что вот сказал Андрей Дмитриевич. Действительно, очень много интересного в этой теме. Она по-прежнему остается актуальной. И я, конечно, могла интересно еще добавить детали по развеске, потому что есть воспоминания Степановой о том, как развеска происходила в Московском музее живописной культуры. Но уже не буду сейчас об этом говорить. Еще одна такая преамбула. Дело в том, что тема эта продолжает волновать исследователей, хотя уже очень много сделано. И здесь нужно отдать должное в частности моему учителю Дмитрию Владимировичу Соробьянову, который направил целую плеяду специалистов моего поколения на вот этот вектор изучения не просто творчества художников авангарда, но и как бы выявления их вещей, их произведений, которые оказались в разных городах нашей страны. И в этом ему, конечно, особая благодарность, честь и хвала. Конечно, эта тема разработана уже и музееведами, и специалистами авангарда, которые занимались творчеством тех или иных художников, потому что невозможно пройти мимо этого периода, когда появилась такая возможность активно участвовать в государственном строительстве, музейном, педагогическом и так далее. Но все равно, сейчас окунувшись вновь в эту тематику, я хочу сказать, что очень много нестыковок, очень много разногласий, прежде всего, в датах, в названиях. Это, конечно, имеет объективные причины, потому что жизнь вот этих лет 18-20-х была необычайно активна. Многие учреждения возникали, реформировались, образовывались, менялись их названия, художники входили в члены коллегии или музейное бюро и так далее. Но это все требует какой-то определенной систематизации и структурирования. И поэтому, конечно, находясь вот здесь, в рамках Центра по изучению авангарда, конечно, хотелось бы, чтобы, может быть, можно было продолжить эту работу по систематизации этого материала, огромного материала. Кроме того, еще все архивные источники, документы, они разбросаны сейчас по разным архивам, и это тоже затрудняет исследование этого материала. Но я не буду занимать больше свои преамбулы времени. Хочу только сказать, что, несмотря на такую честь, которая мне оказана, мое сообщение, оно носит такой обзорный характер. В немало, может быть, каких-то новых фактов, но мне хотелось посмотреть на вот эту деятельность под углом деятельности фондов, музейного фонда, художественного фонда, которые в это время создавались. Я буду читать, потому что можно очень так занять слишком много времени. Общеизвестно, что в первые послереволюционные годы одна из главных задач советской власти заключалась в разработке основ новой государственной музейной политики, проведении организационных мер по централизации музеев страны. Отделы изобразительных искусств совместно с отделом по делам музеев и охране памятников, искусства и старины проводили большую работу по реорганизации старых и строительству новых музеев, по координации работ столичных и периферийных музеев. К этой работе привлекались наиболее активные представители творческой интеллигенции, специалисты, искусствоведы, сотрудники музеев, крупнейшие художники. В эти годы российские музеи пополняли свои коллекции из Национального музейного фонда. Это Всероссийская художественная сокровищница. Автором его создания был Грабарь. В то время заместитель заведующей отделом по делам музеев и охраны памятников Натальи Троцкой. Фонд задумывался в виде гигантского резервуара, из которого щедрой рукой в государственном масштабе должны были распределяться предметы искусства и старины по всем музеям, как столичным, так и провинциальным. И по мнению Грабаря, до этого все это пополнялось скудно, случайно и в разброд. Название созданного фонда хранилища произведений искусства в течение многих лет его существования менялось неоднократно, как и адреса. В документах разных лет мы встречаемся с многочисленными его названиями. Единый национальный фонд, государственный фонд, государственный художественный фонд, государственный музейный фонд, ГМФ, аббревиатура, которая всем музейщикам хорошо знакома. Также центральное хранилище произведений искусств и памятников культуры при государственном музейном фонде. на Садово-Черногрязской улице бывшем доме Зубаловых, на Тверской улице бывшем английском клубе, в Румянцевском музее и во многих других музеях Москвы. Согласно архивным документам при отделе из зоны РКОМПРОСА при отделе из зоны РКОМПРОСА также был создан специальный фонд, но для приобретения произведений современного искусства. По договоренности отдела ИЗО с отделом по делам музеев все художники были условно разделены на живых и мертвых. Произведения живых приобретались в отдел ИЗО, а мертвых в музейный отдел. Существовал ли в Москве фонд при отделе ИЗО территориально отдельно или являясь частью общего фонда хранилища функционировал самостоятельно, вопрос остается и по сей день открытым. Одно время фонд располагался на Причистенке, где первоначально находилось музейное бюро в большой комнате нижнего этажа здание второго музея новой западной живописи, бывшее Морозовское собрание. Позже, когда был открыт музей живописной культуры на улице Волхонка 14, в документах встречается информация о его территориальной связи с музеем и музейным бюро, который позже тоже находился по этому адресу. Хорошо известно, что отдел ИЗО стремился объединить, сплотить художников вокруг комиссариата, начать совместную работу по созданию новых форм художественной жизни и художественного просвещения. И одной из форм этой работы была разработка концепции музея современного искусства, музея нового типа, не имеющие аналогов мировой практики, музея живописной культуры. По инициативе советских работников художников, так их называли в статьях современных, в основном представлявших авангардное направление, создание таких музеев планировалось в Москве, Петрограде и провинциальных городах на базе художественных училищ и местных музеев. Основная идея экспозиции МЖК заключалась в демонстрации изменений, происходивших в современном творческом процессе, в показе эволюции искусства не только в ее исторической последовательности, но и с точки зрения развития изобретения новых живописных приемов. Художники принимали активное участие в разработке концепции нового музея, это фактически их было детище. Известны доклады по этому вопросу, такие теоретические доклады, Татлина совместно с Дымши Столстой, Грищенко выступил на конференции Петрограде в феврале 2019 года, и статья Кандинского посвящена этому вопросу. Художники занимались отбором произведений для закупок, оплектованием центральных и периферийных музеев, читали лекции по вопросам современного творчества. Музеи должны были раскрыть двери в мастерскую художника. Вопрос о создании МЖК как центров современного искусства широко и всесторонне обсуждался на созидании художественных коллегий Московской и Петроградской, в которых принимали участие Штеренберг, Фунин, Грищенко, Родченко, Альтман и многие другие. В феврале 2019 года на музейной конференции в Петрограде было принято положение о музее живописной культуры, позже назывался музей живописной и пластической культуры. Это 2023 год. В мае 2019 года была избрана комиссия по организации Московской МЖК. С июня она называлась музейная комиссия, состоящая из Древина, Фалька, Кузнецова, Родченко. Председателем был выбран Кандинский. В связи с активным комплектованием новых музеев была создана и закупочная комиссия, которая отбирала произведения для Государственного художественного фонда живых художников. Это были произведения живописи, скульптуры, графики самых разных направлений, стилей современного искусства, которые на основе их качества и художественного уровня, а также пожеланий самих художников распределялись в фонд столичных или провинциальных музеев. Комиссия по организации МЖК распределяла приобретенные отделом произведения для Московского музея на три группы. Первая для МЖК, для фонда и сомнительные. Ну вот здесь у меня есть некоторые списки, просто ради интереса могу сказать. Ну естественно, что в МЖК попали и Малеевич, Кандинский, и Кузнецов, и Древин, но интересно, есть Коровин в списке и Архипов. Фонд это особый такой список, где существуют такие фамилии, как Антокольский, как Григорьев, как Кравченко, как Невинский и Ион. Это я выбираю уже для такие знакомые. А вот сомнительные, скорее всего, это были соусоу, то есть это могли быть художники произведения, которых могли попасть и в МЖК, и в провинциальный фонд, и в провинциальных музеев. Туда вошли Анинков, Веснин, например, Држминский, Клюн, Пестель, Экстер. То есть такое несколько удивительное разделение, но хочу сказать, что это все очень трансформировалось. Трансформировалось довольно-таки быстро, и менялись и списки, и менялись члены комиссий, и поэтому отсюда и вкус, и какая-то направленность в выборе не произведения, а скорее авторов происходили изменения. Внутренние споры естественно происходили, и недовольных закупками и оценкой тоже было множество. Особенно волновались мир-искусники, потому что к концу XIX века по их сведениям из потраченных 200 тысяч рублей не было куплено ни одного произведения Бенуа и Головина и других мир-искусников, но зато были приобретены одни футуристы. Луначарскому Штаренбергу пришлось объясняться, и они пытались объяснить это тем, что нужно давать дорогу молодым, оттого менее популярным, но заслуженным быть представленным в государственном хранении. Комиссия также не ограничилась каким-нибудь определенным количеством произведений того или иного художника и считала возможным взять от автора все те произведения, которые давали новый элемент, отвечающий задачам МЖК. В результате оказалось отобранными 6 вещей Малевича. Кстати, Малевич был очень недоволен, потому что черный квадрат и красный квадрат, как вы знаете, многие из вас наверное знают, находились в экспериментальной части музея, в лабораторной. Как говорил Малевич, Кандинский упек его квадраты в Шелестебургскую крепость. По пяти работам Кандинского и Удальцова, по три Родченко и Поповой. Далее на пяти майских заседаний были просмотрены множество произведений с целью формирования экспозиции Музея живописной культуры. Предполагалось включить в экспозицию работы иностранных художников и собрания Ивана Абрамовича Морозова. Для этого решения этого вопроса, очень сложного, очень конфликтного, который долго тянулся, была создана такая контактная комиссия, согласительная, куда входили как представители отдела ИЗО, так и представители отдела музея. Однако, несмотря на принципиальное согласие отдела по делам музеев, попытка отбора произведения французских художников Ли МЖК вызвал решительный протест со стороны сотрудников, работающих в этих собраниях и ряда художников. В частности, Торновец в возмущении писал о желании изобразилки, как он их называл, соединить свои сомнительные искания с шедеврами французов. А Родченко заявлял, что нельзя смешивать французскую живописную культуру с русской, так как русская живопись идет своим путем, что мы упорно не замечаем и желаем видеть ее ценность. Но самое интересное, что активно обсуждался вопрос о размещении МЖК. Ну, первоначально это еще в воспоминаниях, вернее, в письмах Малевича предполагалось, что это может быть нескучным саду, потом Петровский парк, потом Музей изящных искусств, но последний вопрос рассматривался о размещении в Большом Знамском переулке, бывшем особняке Сергея Ивановича Щукина, чтобы объединить в экспозиции русских и западных художников. И стоял вопрос о выдаче Щукинской галереи части собраний для Петроградского музея художественной культуры. Для этого в Москву и приезжал Натан Альтман. Московский МЖК был открыт в июне 2020 года по улице Волхонки, 14 этаж, второй этаж, квартира 8. Сначала 8, потом в квартире 10. В 7 комнатах 129 произведений живописи, 200 рисунков, 10 скульптур и 10 пространственных конструкций. Развездка осуществлялась самими художниками, но по-разному. Фальк и Кандинский по одному принципу, как писала Степанова, по эмоциональному, бессистемному. Родченко структурно, на основе превзглашенной ранее принципа музея, демонстрации основных элементов живописной культуры. Славился его зал разведки с названием «Фактура». Как Фаранкетти вспоминал, что это был очень острый зал и действительно интересный по разведке. Вот, к сожалению, то, что нам продемонстрировал Андрей Бетрич, замечательные фотографии, я пыталась найти какие-то экспозиционные залы музея живописной культуры, ничего нет. Вообще никаких фотографий, никаких плакатов, никаких афиш. Поэтому вот эта проблема, конечно, создания вот этого фотодокументального раздела по этой теме, конечно, она просто назрела. Кроме организационной работы, художники осуществляли в музее педагогическую культурно-просветительскую работу. Кстати, когда создавался концепция музея живописной культуры, это была одна из главных задач, что это будет музей педагогического такого клона и популяризационного. Среди лекторов были как художники Попова, Степанова, Родченко, Фальк, так и музейщики Терновец, Машковцев, Сидоров и Букушинский. Со зрителями КГВЛ Кандинский проводили объяснительные занятия. Через год стал вопрос об издании каталога на основе сведений, полученных от самих художников. То есть художники от А до Я всем занимались в музее, вели всю музейную работу. Первым директор московского МЖК был Кандинский до середины декабря 2020 года, скорее всего официально до января 2021 года, и, как мы знаем, его сменил Родченко. Параллельно с организацией МЖК в Москве музейная комиссия решала задачу организации музеев провинции. Инициатива шла от провинциальных городов. Вот, кстати, о представителях. Вот Андрей Дмитриевич уже сказал о представителе из Астрахани. Эти очень известные фамилии для местной культурной общественности. Это были и музеи веды, искусствоведы, это были художники. И они приезжали, они сами отбирали в фонде, в государственном фонде, те произведения, которые они хотели бы видеть в своих городах. И потом это уже утверждалось музейной комиссией и потом музейной коллегией. Одним из первых в июне 2019 года прозвучало заявление о предоставлении 20-30 произведений, находящихся в музейной фонде для устройства в городе Ельце художественного музея. Затем Самара в августе 19 века, затем Витеб-Ксимбирск в октябре 19-го. Потом огромное количество появилось этих заявок. Я вот сделала такой от руки рисунок, конечно, дилетантский, но во всяком случае география видна. Я вот дальше потом расскажу, как планировалось. Поступающие в дальнейшем требования с мест настойчиво указывали на необходимость создания такого официального государственного фонда при отделе ИЗО. В октябре была выработана смета на закупку произведений живописи для вновь образуемых музеев. Планировалось на Север 7, Востоке 3, В Сибири 5, Центре 18, Юг 8, Запад 2. Всего 33 музея по 30 произведений 990 произведений. В декабре создался отчет Кандинского на созидание музейной комиссии о распределении материала купленного Госфонд, Государственный художественный фонд и отчет о работе музейной комиссии при музейном бюро отдела ИЗО по организации провинциальных и столичных музеев. В дальнейшем из-за проблемы размещения произведений на местах и с изменением их состояния сохранности музейная комиссия потребовала от местных руководителей присылать план музеев и было принято решение посылать только в те города, где есть помещения для музея и нормальные условия для экспонирования работ. В октябре 2019 года обсуждался вопрос о специфике организации новых музеев в провинции в зависимости от конкретных особенностей каждого города. То есть постепенно стала такая аналитическая работа и с мест приходили какие-то определенные и заявки и вероятно какие-то жалобы не везде были созданы эти музеи куда они были посланы и поэтому началось такое обсуждение. В частности организаторы столкнулись с непониманием концепции МЖК и произведения их левых художников ввиду низкого культурного уровня провинции России это из документа и поэтому постановили что желательно устраивать их там где уже имеются государственно свободные мастерские которые создавались в основном на базе художественных училищ. был заслужен доклад Древина предложивший для правильности закупок в провинции установить определенный тип музеев но ему возражали что не могут быть музеи одного типа что нужно учитывать особенности каждой провинции было предложение покупать работы по течениям что тоже вызвало дискуссию Кандинский выдвинул принципы мастерства но его тоже посчитали опасным так как можно отвергнуть пример Сезана и приобрести его последователи которые могут быть более мастеровитами и так далее Лентулов предложил место мастерства слово качество в результате постановили приобретать конечно общая такая резолюция приобретать только первоклассные произведения живописи скульптуры считаясь качеством но желательно чтобы они представляли те течения которые завоевали известное положение в смысле художественной ценности более точную редакцию постановления обязали выработать Кандинского который с ноября 19-го года по январь 21-го возглавлял закупочную комиссию при музейном бюро отдела ИЗО из государственного фонда черплюсь произведения не только для создания новых музеев и пополнения старых но и для организации международных выставок членами международного известные музееведы Татлин Штеренберг Пунин Дымшиц Толстая которая была заведующей этим бюро и очень претендовал на заведование этим бюро Малеевич он писал в свое время будучи витебске Штеренбергу что хватит быть ссылки и хорошо бы осуществить план сделать его заведующим международным бюро и когда он работал еще в 19-м году с Дымшиц Толстой то они писали воззвания к европейским художникам и планировали издать журнал который был бы переведен на 7 языков страна пыталась восстановить прерванную войну и культурные связи с европейскими странами привившиеся с Германией в марте 22-го года в постановлении МЦИК в Москве был осознан комитет по устройству зарубежных выставок главе с Луначарским членом комиссии был Штеренберг который еще в 21-м году разрабатывал совместно с нарком иностранных дел план вывоза из-за границы выставки художественных и художественных промышленных произведений республики в феврале 22-го года Штеренбергу было поручено организовать выставку русского искусства в Берлине в галерее Ван Димина предоставившей выставочное помещение на льготных условиях выставка выставка формировалась поспешно выставка как известно в галерее университет на обороте картины подрамнике сохранилась надпись что картина первоначально была музейным бюро и распределена в Витебск в хранилище государственного художественного фонда находились произведения уже приобретенные или отобранные для закупки как говорилось ранее при поступлении их сразу распределяли по назначению для столичных музеев или провинциальных отобранные произведения записывались в унитарную книгу оценивались и затем по актам передавались в музеи страны но не всегда все проходило гладкой по схеме Андрей что-то я тупая и не могу а вот все спасибо да поняла поняла например 10 произведений Малевича которые были оставлены закупку в мае 20-го года в государственном художественном фонде в настоящее время находятся в собрании в Стеделик-музее в Амстердаме они находились целый год в государственном фонде и не были приобретены и в июне 22-го года были возвращены Малевичу среди них известны супрематические и куплофутуристические работы художника на оборотах картин Малевича сохранились наклейки музейного бюро отдела из зоны аркомпроса с именем автора с названием так сейчас не могу склеились с произведения годом создания его размерами инвентарным номером а в строке место назначения был прочерк и есть он прочерк ну вы видите вот как раз музыкальные инструменты и дама у остановки трамвая вот эти вещи которые были не закуплены были в государственном фонде а потом были выданы Малевичу и затем были как вы знаете на его выставке остались в Амстердаме наклейки государственного художного фонда на обороте картин помогли уточнить местонахождение картины Александра Экстер участвующей в Берлинской выставке большая часть картин с этой выставки была возвращена в Россию в конце 1924 года все они поступили в центральное хранилище государственного музейного фонда так он назывался в то время часть произведений 116 живописных и несколько графических ранее приобретенных работ были возвращены обратно в госфонд а затем в 1925 и 1927 годах были выданы в 40 музеев страны появившаяся недавно на западе информация о якобы неожиданных найденных произведениях Александра Экстер оставшихся после берлинской выставки благодаря архивным музейным сведениям не подтвердилась в каталоге берлинской выставки каталожные сведения о произведениях даются очень краткие даны вернее многие названия носят общий характер там супрематизм композиция а размеры не указаны согласно записям в инвентарных книгах в те работы Экстер с выставки вернулись в государственный фонд и были распределены в российские музеи что подтверждается и наклейками отдела из зоны аркомпроса и печатями государственного музейного фонда на оборот картин например картина Экстер город которую вы сейчас видите вернулась из Берлина была приобретена в государственный фонд в 1927 году и распределена в Логотский музей где и находится в настоящее время на обороте картина наклейка свидетельствующая об участии в Берлинской выставке и печат Берлинской таможни Лес Анненкова была приобретена в государственный художественный фонд в мае 2019 года включена в берлинскую выставку а затем была возвращена в государственный художественный фонд и в 1927 году была передана Третьяковскую Беспредметная зеленая кайма Кандинского 20-го года была приобретена в декабре 20-го года а затем экспонировалась на берлинской выставке и в 1925 году передана во всеукраинский социальный музей имена Артема, город Харьков. Утрачена была во время Второй мировой войны. Но и знаменитый итальянский натюрморт Любовь Поповый был приобретен в государственный фонд… Ой, да, прошу прощения, это акварель, чтобы представить себе этот маленький акварель, центр Помпидо этой вещи. Итальянский натюрморт Любовь Поповый был приобретен в государственный художественный фонд в марте 1921 года, затем экспонировался на выставке, и только в 1927 году он был передан из фонда в Третьяковскую галерею. После закрытия музея живописной культуры в 1929 году все произведения поступили в Третьяковскую галерею, и оттуда они уже рассылались в российские музеи. Постепенно ресурсы государственных фондов истощались, сократились закупки, запросы из провинции поступали все реже, так как музеи были укомплектованы. И в конце 1922 года был ликвидирован государственный фонд при бывшем музейном бюро, а позже, в сентябре 1928 года, прекратил свою деятельность центральное хранилище при государственном музейном фонде. Так созданный после революционных годов гигантский резервуар художественных произведений выполнил свою миссию. Музейная перестройка в стране завершилась. Спасибо. Если кто хочет что-то уточнить, спросить, пожалуйста, пользуйтесь лучшим. Если... Да, пожалуйста. Он был связан с музейным бюро. Насколько я понимаю, когда Кандинский ушел и приступил в должность Родченко, то он объединил МЖК, Музей живописной культуры, музейное бюро и вот этот фонд. И дальше он боролся за то, чтобы, во-первых, возвращались вещи, которые выдавались на выставку, это ему не всегда удавалось, и его, как бы, как это, очень такое наплевательское было отношение к этому. Мало того, очень многие, и даже у меня есть вот интересная, ой, я специально, вот не случайно, видите, я взяла. Это 8 декабря 1922 года в художественный отдел глав науки. Музей художественной культуры имеет возможность приобрести новые художественные произведения, которые могли бы пополнить его коллекцию. Но не имея на это кредита, музей ходатайствует о разрешении ликвидировать государственный фонд, пришедший к нему из бывшего музейного бюро и составляющий теперь мертвый капитал, так как рассылка его по провинциальным музеям прекратилась. Спасибо. Так, ну если больше вопросов нет, то тогда Ирина Девятьярова, Омский музей изобразительных искусств, доклад о Явленском. В Омском музее имени Врубеля 11 произведений Алексея Георгиевича Ивленского. Надо сказать, что редкий музей России имеет его произведения. Итак, в нашем музее 11, в историко-краеведческом музее два произведения художника. Неизменно возникает вопрос. Неизменно возникает вопрос, как в сибирском, удаленном от культурных центров городе, появились работы Алексея Ивленского. Их датировки свидетельствуют о том, что хронологически разнообразная коллекция собиралась в течение 20 лет. Наличие в ней автопортретов и портретов братьев говорит о том, что картины могли принадлежать родственнику. Есть основания считать, что владельцем коллекции был брат художника Дмитрий Георгиевич Явленский, служивший начальником отделения Департамента Министерства внутренних дел в Петербурге. В его петербургской квартире могли храниться ранние работы Алексея, переданные им перед отъездом в Германию. Это автопортрет в шляпе, портрет брата Сергея, а также картины, которые экспонировались на петербургских выставках в 1900-е годы. Дмитрий Георгиевич, получив в октябре 2013 года назначение в Омск на должность заведующего канцелярии Степнова генерал-губернатора, Дмитрий привез в сибирский город и коллекцию живописи. Надо сказать, что документов, которые подтверждают нашу версию, нет, но эта версия абсолютно логична и обоснована. Итак, в начале 1916 года Дмитрий срочно переводится в Могилев. Он оставил коллекцию в Омске, оставил ее в музее Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества. Это вот верхнее здание слева. Революции и гражданская война не позволили вернуться в Омск. И в 1920 году произведения поступили в музей Худпрома. Далее идет Худпром в центре. Спустя два года после закрытия учреждения в 1930 году поступила в Худпром. Затем в 1930 году Худпром закрывается за ненадобностью, так сказать, как учебное учреждение. И коллекцию передают в Западно-Сибирский краевой музей, ныне краеведческий, для художественного отдела. Художественный отдел в 1940 году стал самостоятельным, и на его основе был создан наш музей имени Врубеля. Я покажу сейчас вам всю нашу коллекцию кратко, без комментариев, а затем по четырем пунктам расскажу очень интересные эпизоды из истории бытования нашей коллекции. Итак, это автопортрет в шляпе. У нас три портрета, которые выполнил Евленский в России. Автопортрет в шляпе в период обучения в Академии художеств. Затем портрет брата Сергея. Слева он на фотографии с братом и другом. Вверху Алексей Георгиевич, естественно, Сергей. И посол русский Гулькевич. Это портрет брата Дмитрия. И слева это фотография, которую мне предоставила внучка его в Москве несколько лет назад. Итак, есть ряд работ, которые выполнены в Германии. Самая ранняя 1905 года – это гора. Дорога. Этот пейзаж экспонируется на выставке. «Улица или постройки» – второе название. Вероятно, вот в каталоге с названием «Постройки» он проходил. И, наконец, самая поздняя вещь. 1909 года – замечательный натюрморт. На обороте натюрморта – портрет девушки. Эскиз, который мы датировали вместе с наследниками 1906 годом. И теперь я хочу рассказать об интересных моментах, которые происходили с этой выставкой. То есть у нас 11 работ. Все они поступили из худпрома. Но в результате изучения выяснилось, что произведений было больше. И, значит, первое, о чем я хочу рассказать, первое – это вот этот портрет. Этот портрет я все-таки считаю, что с большой долей вероятности предполагаю, что из музея худпрома происходит этот женский портрет, который датируется 1909 годом. В настоящее время он хранится в Государственном музее изобразительных искусств Узбекистана в Ташкенте. А в 1946 году он поступил от вдовы художника Гуляева, ученика Машкова, любителя авангарда, организатора художественного объединения «Новая Сибирь». Он часто бывал в Омске, дружил с самичами. И поскольку, когда худпром закрылся в 1930 году, а работы передавали в 1932 году, как происходило это хранение два года? Конечно, склад так называемый был закрыт на ключ, на нем висел замок. Но вполне вероятно, что работы как-то уходили. И я думаю, что эта вещь оказалась у Гуляева не случайно. И в 1946 году вдова его передает в Ташкенте. В Ташкенте эта вещь. На обороте, тоже, так сказать, очень интересно. А нет, с оборотом чуть позже. Второй момент – это 1940 год. Автопортрет, эскиз, датированный 1911 годом. Дело в том, что в 1940 году художественный отдел выделяется из состава краеведческого музея. И коллекцию живописей и графики передают музею, музею изобразительных искусств. Но, оказывается, передали не все. И многие вещи, среди них и произведения Уфимцева, и многих художников Омска. А вместе с ними, оказывается, и Евленский, вот этот автопортрет, он долгое время лежал в папке за стеллажами. Потом его в библиотеке спустили в подвал, где он хранился под половицами, пока не произошло простроительство нового здания. И, наконец, эту папку обнаружили. И долгое время, естественно, когда в 1940 году… То есть так работы остались в краеведческом музее, к глубочайшему нашему сожалению. Это автопортрет. Наоборот, замечательный портрет его жены и музы Елены Михайловны Незнакомовой. И вот этот такой характерный… Ну, естественно, что когда мы обнаружили этот портрет, то стали сравнивать с многочисленными портретами живописными, с фотографиями. И пришли к выводу, что здесь именно она изображена. С характерным таким кротким взглядом, который был, ну, всегда, так сказать, она вот на фотографиях и на живописных произведениях вот такая. Затем третье. Обзор документов в отделе учета нашего музея показал, что в коллекцию произведений Евленского входил натюрморт «Ваза с цветами и фруктами». В 1968 году он был передан московскому собирателю Рубинштейну. Я пришла в музей в 1973 году. Этого произведения я, естественно, не застала. И только вот документы показали, что он был передан. Случаи, конечно, редкие, исключительно. Все удивляются, как это можно было из государственного музея передать в частную коллекцию Рубинштейна это произведение. Дело в том, что Яков Евсеевич по стране возил выставку «Авангарда». И в 1968 году выставка экспонировалась в Омске. Однажды на выставке произошел ужасный случай. Пропала картина Синезубова. Ни сотрудники, ни милиция ничего поделать не смогла. Ничего не было обнаружено. Тем не менее, надо было возмещать утрату. И решили сделать таким образом в качестве обмена. То есть Синезубов и Сарьян поступают в наш музей, а этот натюрморт поступает в частную коллекцию Рубинштейна. И поскольку на этом натюрморте был старый инвентарный номер, такой же, как и на натюрморте 1909 года, то это сделали без труда. И наш начальник управления культуры написала выдать в виде исключения с визой. Это декабрь, декабрь, значит, 1960, вернее, февраль 1968 года. После смерти Якова Евсеевича и последовавшего за этим семейного раздела, натюрморт оказался в семье его сына. Далее с названием «Ваза с георгинами на комоде» в частной коллекции в Лондоне. Затем натюрморт встречается в составе аукциона Сотби в Нью-Йорке. Далее им владела галерея Гунцерхаузер в Мюнхене. И, наконец, в 2010 году натюрморт экспонировался в московской галерее школа, как собственность Андрея Ирёмина. Четвёртое. Это тот самый пейзаж, с которым произошёл обмен. И, наконец, четвёртое. Бывший воспитанник первого набора худпрома, с которым я встречалась в 1989 году, ему было к этому времени лет 90, он вспоминал, то есть он пришёл учиться мальчикам, 15 лет, поступил в худпром и что-то помнил. Он рассказывал, что произведения Евленского висели в библиотеке, и их было значительно больше, чем хранится сейчас в музее. Кроме натюрмортов и пейзажей, он вспоминал портрет старика, портреты с зелёными лицами. И, ну, может быть, они ещё обнаружатся. Но вот эти воспоминания худпромовца давали надежду на открытие. И, действительно, так и произошло в 2002 году. Подтверждением является эта находка в фондах отдела. В фонде отдела советской живописи в одной из папок хранилось немало произведений, ценность которых была как бы сомнительная. И вот они лежали там, никому не нужные, и, наконец, деятельная хранительница советской живописи решила вытащить их на свет божий, посмотреть, дала им переоценку. И когда она показывала вещи, вытаскивая один за другим, то она представила нам этот натюрморт. Ну, я, разумеется, только ахнула, и потом я доказала нашему атрибуционному музейному совету, что это Евленский. И я думаю, что это он, хотя я понимаю, что произведение, прежде чем ему пройти, так сказать, окончательную экспертизу, должно выдержать очень много пунктов. Но здесь как-то всё очень хорошо сошлось. Естественно, и технико-технологические, так сказать, особенности этого произведения, они не вызывали сомнения, и провинанс тоже. Таким образом, мы в 2002 году обрели ещё одно произведение, и оно экспонировалось в 2004 году на выставке «Золотая карта» и на выставке «Русский Мюнхен» в Третьяковской галерее, чему мы, конечно, очень рады. Таким образом, история бытования сибирской коллекции Алексея Евленского полна превратности, как вы убедились. И, как знать, может быть, его живописное произведение, о котором вспоминал на склоне лет выпускник Омского ходпрома, ещё обнаружится в музейных и частных собраниях. А сегодня хранящееся в Сибири наследие мастера хорошо известно специалистам и зрителям. Оно популяризируется в печати, экспонируется на российских и зарубежных выставках, экспонируется и на этой замечательной выставке. И вскоре мы три произведения выдадим на выставку Кандинского к его юбилею в Русский музей. Спасибо. Спасибо. Когда будет выставка Кандинского в Русском музее? Мне известно, что она будет в сентябре. У нас тоже был запрос, но мы толком не знаем. Что она будет в сентябре. И в августе мы должны вести картины в музей. Спасибо вам большое. Я не показала ещё два слайда. То есть, ну, главное вот этот слайд, конечно. Вот у нас Кандинский один. Название у него было «Сельский вид». В 1932 году исходпрома поступил в наш музей. И вот Наталья Борисовна предполагала много лет назад, что эта вещь тоже может быть передана из музея художественной культуры. А может быть, она тоже происходит из коллекции Явленского. Потому что это 1909 год. Это вид в Мурнау. Они работали вдвоём. Ну, вчетвером, собственно, Марианна Владимировна, Берёвкина, Явленский, Габриэла Мюнтер и Кандинский. И поскольку они работали вместе, они могли дарить друг другу свои произведения. Может быть, Кандинский подарил Алексею этот пейзаж. И он хранился потом вместе с другими вещами. Вот я почему-то думаю так. Ну, это версия, это предположение. И, ну, это вот... А, я ещё забыла сказать, что результаты исследования, а начались они с 1982 года, когда приехавший из Эрмитажа Альберт Костеневич посмотрел наши фонды, увидел произведение Явленского и как-то грустно, наверное, небес тени зависти сказал. Вообще-то это знаменитый художник, им надо заниматься. И вот с 1982 года я начала заниматься, и в результате была издана эта монография об Алексее Вленском, изданная в издательстве «Искусство XXI век». Вот этим кадром я хочу, прекрасным кадром, где он с сыном Андреем изображён, завершить своё выступление. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а Краеведческий музей показывает работы? Безусловно. Причём, ну, естественно, после того, когда мы у них попросили... Ну, это одна вещь и оборот. Дело в том, что впервые мы показали на выставке в нашем музее, потом этот портрет стала просить и Третьяковка, и год назад этот портрет экспонировался в Швейцарии. Попытки попросить эту работу в музей у меня были, но поскольку музей уже знает, что это большая ценность, то они нам отказали и шутливо заметили, что, ну, вот если вы нам вернёте вот это здание, генерал-губернартор, который вы занимаете, тогда мы отдадим вам эту работу. Ну, это, конечно, шутка. То есть работа, конечно, экспонируется, потому что она вот... Её, так сказать, ценность была осознана. Что-что? Нет, в постоянной экспозиции её нет, потому что это историко-краеведческий музей, и у них произведения, которых довольно много, кстати говоря, изобразительного искусства, и объединение «Червоная тройка», она не показывается только на отдельных выставках. Давайте вот эти вопросы мы решим в перерывах, ладно? Потому что мы немножко выбиваемся из расписания, к сожалению, поэтому у нас небольшой перемены сейчас. Сейчас слово предоставляется Ирине Мироновой из Нижнего Новгорода, из Нижегородского музея, а потом у нас будет обеденный перерыв. Нижегородская коллекция музея живописной культуры. Когда я называла вот так свой доклад, я подумала, что даже в нашем музее не всем он будет понятен, вот это название, потому что дефиниции такой музея нет. Вот именно как коллекция, Нижегородская коллекция музея живописной культуры, она не выделена ни экспозиционно, ни документально, в отличие, например, от коллекции известных Кустодиева или коллекция Рериха, которая выделена. То есть и в принципе в городе очень немногие знают о том, что было ли, вернее даже и не трудно найти вот такие документальные сведения, которые я пыталась найти и нашла некоторые, я сейчас вам об этом расскажу, был ли вообще музей живописной культуры открыт в Нижнем Новгороде. То, что коллекция была, несомненно, а вот история с музеем гораздо более сложная. Это как раз вот наш Кандинский, который присутствует здесь на выставке, а остальные тоже не поняла, которую... Это туда, а это обратно. Все в другую сторону. Да, это правильно. Я взяла несколько, просто представить нашу коллекцию, несколько публикаций, это каталоги зарубежных выставок, поскольку, вот несмотря на то, что как вот единая коллекция, она вроде как никогда не публиковалась и она не выделена, как я говорила, но отдельные произведения, они действительно публиковались и очень много. И в том числе вот у нас сейчас 11 работ на этой выставке, 9 из которых принадлежат коллекции МЖК. История поступления ее в музей, в общем, достаточно такая... Ну, мало чем отличается от истории поступления других музеев, хотя в ней есть свои особенности. Это акт передачи из музейного бюро отдела изонаркомфроса от 17 марта 1920 года под номером 13. Ну, не знаю, может быть, и вот этот номер 13, он как-то и повлиял тоже на такую загадочную судьбу дальнейшую этого музея живописной культуры. И вот в этом акте значатся 44 произведения, причем непонятно даже для какого музея они выдаются. Вот посмотрите, что здесь написано. Акт передачи из отдела изобразительных искусств наркомфроса «Музей при Нижнем Новгороде». Даже «в» не значится. Что такое музей при Нижнем Новгороде, непонятно. Дальше, например, Франкетти, который получил эти работы от Штеренберга, он пишет вот расписку, что я ниже подписавшийся представитель, вернее, уполномоченный по делам художественного музея Нижнего Новгорода. Франкетти обязуюсь там доставить эти работы. Уполномоченный по делам художественного музея. Тоже не совсем ясно, что это за музей. Дальше, список картин музея в Нижнем Новгороде. И вот этот список из 44 произведений, где вы уже сразу видите, вот здесь вычеркнута одна строчка, вычеркнута Штеренберг в Натюрморт, его не было. И следующий, второй лист, вычеркнута картина в Франкетти «Женщина в корсете». Это две работы, которые не попали в Нижний Новгород. И так из 44 осталось 42. Почему не попали? Отношения были довольно непростые в то время, в это непростое время, и чисто человеческие. У Штеренберга и Франкетти были какие-то взаимные друг другу претензии возможные. И вот таким образом они как-то неожиданно разрешились. Когда нужно было уже выдавать эти вещи в Нижний Новгород, один вычеркивает свой Натюрморт, а другой вычеркивает женщину в корсете. И у нас в собрании, правда, осталась одна работа о Франкетти, я ее потом покажу. И это, очевидно, как бы считалось законом, потому что Родченко утвердил этот список, и таким образом они вошли, приехали в наш город, были привезены. Хотя в то же время вот справочник 20-го года, справочник наркомпроса, вот видите, здесь, кстати, сказано, «Свободные государственные художественные мастерские», и указано «Нижний Новгород и Сормово уполномочены Франкетти». Известный факт, что планировалось создание музея живописной культуры там, где уже были открыты художественные мастерские. В том числе вот в нашем городе были две такие мастерские, они как бы различались, поскольку Сормово считалось, что это не город, это как бы, ну, как пригород, это две мастерские, ну, и там и там был уполномоченный Франкетти. И вот здесь же в этом справочнике, посмотрите, написано «Покупка художественных произведений». И опять мы там читаем по строчке «Елец», «Русский музей», «Симбирский музей», «Страханский музей» в музей при Нижнем Новгороде. Очень интересная формулировка. 44 произведения. То есть в марте 2020 года как бы вот эти сведения уже пошли в печать, и они были таким образом опубликованы. И, кстати, часто встречается вот эта самая цифра 44. Ну, понятно, что эти работы только пришли в марте, а отобраны они были раньше, как отбирались, кем конкретно, откуда пришли. Кстати, наша музейная документация на этот счет очень лаконична. И вот эта старая погашенная, правда, инвентарная книга, видите, Франкетти, портрет, вот так она была записана, холст масла, сантиметр, там размер и место приобретения, ИЗО, вот это такой лаконизм, ИЗО, или там от ИЗО, или там, ну, правда, иногда МЖК написано, но МЖК очень часто как бы воспринималось именно московским МЖК. И поэтому в публикации пошла такая информация, и в каталоге, кстати, многих выставок написано, что эти работы в Нижнем Новгороде, они были переданы из Московского музея живописной культуры. На самом деле у нас только одна работа из Московского музея, все остальные были переданы именно для вот этого загадочного музея Нижегородского, который непонятно, был ли он на самом деле или не был. Ну вот попытаемся в этом разобраться. А сейчас несколько слов о коллекции. Естественно, собиралась раньше, отбиралась раньше, но кем и когда? И вот в дневниках Варвары Степановой есть такая удивительная запись, вообще воспоминания, Франкетти был близок с этой семьей и дружил и с Варварой Степановой, и с Родченко, и, соответственно, Степанова пишет, я ввиду важности вот этой цитаты просто ее хочу вам зачитать. Вот все, что она говорит о том, какой безошибочный был вкус у Родченко, и как он прекрасно отбирал, и как он видел сразу всю стену, и как он отбирал вещи. И вот Франкетти сегодня мне рассказал, что Анти выбирал ему музей для Нижнего и восхищался его вкусом и безошибочностью выбора. То есть эта запись датирована 24 января 1920 года. То есть музей для Нижнего, соответственно, по просьбе Франкетти отбирал Александр Родченко. И вот эта коллекция, которую я вам сейчас немножечко представлю, это как бы результат и художественного отбора, и вкуса Родченко, и каких-то даже личных пристрастий отношений. То есть это то, что мы называем автоконцепцией русского ангарда. И, конечно, человеческие отношения здесь никак нельзя со счету списывать. А в соответствии с установками отдела ИЗО в этой коллекции вот эти 42 работы осталось сейчас у нас 39 этих работ в этой коллекции. Три работы, они были утрачены, потом скажу об этом. 39 не работа, но, как мы говорим, музейных предметов. И в соответствии с установками отдела ИЗО они представляли различные направления, в частности, вот архипов, которые Наталья Борисовна упоминала, как раз был передан в этой коллекции, значился первым, архипов, баба в красном. Она называлась, правда, она сейчас у нас называется «Женщина в красном», ее переименовали. Но, тем не менее, вот так она и значилась. Почему-то интересно, да? Вот Малевич, то есть Малявин остался, бабы висят, а вот архиповские почему-то все, почему-то как-то переименовали. Женщина в красном, ну почему архипов? Понятно, да, старики, которые не претендовали, как говорила Степанова, на свое искусство, относились добродушно к новому искусству. И Архипов сказал, посмотрев на работу Родченко, видно, за кем будущее. Но, соответственно, Родченко и приобретал, отбирал тоже архиповские работы. Ну вот следующая работа. Вот этот мальчик, Малютинский портрет Малютина. Малютин, который был выбран в Совет мастеров, тоже был приобретен, представлен. Рядом Коровин, поздний Коровин, 19-го года. Такой, ну, ноктюр, наверное, коровинский, девушки там у окна называется. В этой же коллекции, видите, мы не с авангарда начинали, я специально, как бы, вот так последовательно, поступательно. Петровичев, пейзаж Петровичева осенний, ясная осень, а это маленькая работа Герасимова. То есть Маковец представлен. Дальше бывшие голуборозовцы, это Крымов и Арапов. Причем, если Крымов как бы опубликованная вещь такая, ну, более-менее известная, то Арапов вообще не публиковался никогда и неизвестен. Такая аллегорическая композиция «Осень». Но она темперная, она не очень у нее хорошая сохранность, и тем не менее, вот она не экспозиционная, но тем не менее, очень красивая работа. Вот на обороте Арапов, поскольку он на картоне, вот здесь вот удобно просто показать, но перевернуты. Выдача всегда, вот эти работы очень легко, их можно определить. синим карандашом, вот здесь вот перевернута цифра 749, это номер выдачи, и ставился размер, либо в сантиметрах, либо в вершках. Причем сантиметры, как правило, совпадают, а вот с названиями хуже. Ну, и поскольку здесь работа уже экспонировалась на предыдущих выставках, какие-то наклейки сохраняются, какие-то нет. Дальше шли в этой коллекции, соответственно, бубновые валетцы. Бубновый валет — это Куприн и Кончаловский верхний, он как раз представлен здесь на выставке, и Куприн натюрморт, Машков и Лентулов, две работы Осьмёркина, которые как раз будут возможны на следующий год. Вот Франкетти, это мужской портрет, это как раз единственная работа Франкетти, которая к нам пришла. И Фальк, одна работа Фалька, Синезубов. Вот я неслучайно подчеркнула, что 39 музейных предметов. Есть две работы, которые имеют как бы оборотную сторону живописи. Это Синезубов. Пришла эта работа как «Чаепитие», она была обозначена вот «Чаепитие», а наоборот вполне законченное произведение, живописная бригада она называется. И очень вообще любопытное вот это вот сочетание вот этих двух работ на одном холсте. Вещь на самом деле действительно очень интересная. Два натюрморта – Рождественский и Романович, и Гончарова. Гончарова, которая здесь в музее представлена на выставке, вот как раз «Весна. Петровский парк» и «Орхидея». Ну, это известная Гончарова. Орхидеи были на выставке портледней персональной в Третьяковской галерее. А вот сейчас будет неизвестная Гончарова, известные белки. Но мало кто знает. Ну, вот Андрей Дмитриевич знает, потому что мы смотрели в фондах и ему показывали эту работу, что на обороте белок есть. Вот такой натюрморт вполне законченный, в одной плоскости, кстати, сделанный. Это, ну, я его так условно называю, это натюрморт с гипсовой фигурой. Он не опубликован, он неизвестен, как работа Гончаровой. Хотя, на самом деле, видите, там даже, поскольку белки были на персональной выставке, там есть номер и цена – 300 рублей. Поверх просто написано краской, да? Но, тем не менее, вот в этом натюрморте, видите, в уголочке есть и подпись монограммы. То есть почему-то Наталья Сергеевна решила, что этот натюрморт ее не устраивает, и она перетянула этот холст. И вот на обороте, собственно, белки – это оборот вот этого самого натюрморта, который вы видите. Конечно, по идее, его надо делать так же, как и все двухсторонние работы, делать специальный подрамник. Но вот, видите, прошла реставрация этой работы, и поэтому, видите, новый подрамник, перетянутый, и вот только в таком виде, в котором мы сейчас пока можем с вами посмотреть. И вообще совсем уже неизвестный. Гончарова даже Андрея Дмитриевича не видел, потому что это натюрморт, вот как раз тот натюрморт. Всего в коллекции МЖК было четыре работы. Гончаровой. И вот одна из них, может быть, лучшая, это был натюрморт. Он большой по размерам, вот он в таком состоянии. Очевидно, он просто был поврежден во время войны. Возможно, просто красочный слой из-за недодлежащих условий хранения осыпался, но тем не менее, его перевели на НВ, на научно-вспомогательный интервью, но не списали. Дело в том, что вся коллекция МЖК, она не была эвакуирована, в отличие от остальной коллекции, Нижегородской коллекции, художественного музея. И поэтому вот часть работы, как раз две работы были похищены, и одна работа вот таким образом Гончаровой пострадала. Может быть, это действительно была лучшая работа. Почему? Ну даже она довольно красивая. Сейчас я не могу вам ее показать, потому что она заклеена, профилактическая заклейка сверху, и цвета практически не видно. Это черно-белая старая фотография в таком розовом-зеленом цветом. И наоборот, кстати, если следовать Гончаровой, все-таки она оценивала эти, как бы в денежном выражении, там тысячу рублей. Если белка написана 300 рублей, то этот на тюрьме там написано 1000 рублей. Но тем не менее, хорошо все равно, ни одна работа из музея не была списана, не была уничтожена поэзиотерапиям, соображениям, несмотря на то, что были составлены списки, и в том числе списки на уничтожение. И в том числе из этой коллекции. И Кандинский. Конечно, вот Кандинский, одна из самых известных работ собрания нашего музея. Она сейчас находится вот здесь на выставке, вы ее можете посмотреть. С этой работой связано, конечно, очень много. Я просто не буду вас задерживать и утомлять. Пришла она как композиция в этих списках, в этом акте. Шла как композиция, потом она меняла несколько раз название. И импровизация номер четыре. Четвертая по счету и первая импровизация у нас в России среди работ Кандинского. И вот любопытный кадр. Это центр Помпиду. В центре Помпиду хранится фотография, где вы видите Кандинского, жену, это московская квартира. И вот эта импровизация висит в спальне, как раз вы ее можете узнать. В состав коллекции МЖК входили четыре работы Гончарова, пять работ Ларионова. Две из них сейчас находятся здесь на выставке. Это пейзаж Море и нижний пейзаж Тирасполь и Сора. Еще одна пятая работа, которую Андрей Дмитриевич не взял по соображениям такого этического характера. Но на самом деле действительно очень известная работа. Пришла она в списке как Венера. Ну, сейчас известна как Кацапская Венера. Она, кстати, показывалась на выставке «Мир искусства» в 2013 году. И показывалась Кацапка. У нее было же такое название. Кацапка. Вот такая работа. И, конечно, Малевич. Малевич-косарь. Вот тоже такая знаковая работа. Ну, один такой любопытный момент. Может быть, вам будет тоже интересно. Пришла работа как Кацарь. Вот с таким названием. Это был 2020-2021 год. В списках 2022 года Кацарь. А потом вот эта старая, уже я вам показала, инвентарная книга. И вот если вы прочитаете, «Рыцарь в латах» она называлась у нас. «Рыцарь в латах». В 1922 году она еще была Кацарем. Это живое было искусство. В 1924-1925 году она уже была переименована в «Рыцарь в латах». Ну, как по-вашему объяснить вот эту мужскую фигуру, которая одета непонятно в какую-то одежду, из геометрических форм. Причем, если прочитать там вот описание инвентарное, просто очень смешно. Стоит рыцарь, держит в руках серп. Почему-то написали там серп. Ну, серп не серп, а этот самый, как она называется, коса, да, коса. И тем не менее, вот «Рыцарь в латах». И этот «Рыцарь в латах», вы знаете, он существовал, вот эта запись, буквально там до, побоюсь вам сказать, ну, может, лет пять назад или семь все-таки внесли изменения. А так, тем не менее, на выставках он все равно ездил под своим настоящим именем. А вот в инвентарных документах все равно вот так значился. Это было просто творчество такое. Я понимаю, что народное творчество, потому что Кандинского, вот его потом пришла как композиция, потом правильно совершенно, очевидно, Куприн, назвали его всадником, а потом переименовали в декоративный мотив. И он назначился как декоративный мотив. Вот почему именно так считалось, наверное, более как-то, ну, не знаю, почему так. Не могу даже сказать, почему. Две работы Поповой и Родченко тоже вот сам же отбирал и выбрал тоже одну свою работу. Супрематизм Родченко, как она называется, и пошла она в этом названии, к сожалению, в энциклопедии русского ангарда. Она приписана другому музею. Ну вот Андрей Адмитриевич знает, что, очевидно, все-таки как-то будет там исправлена подпись. И, конечно, не супрематизм, а беспредметная композиция. И она была именно так обозначена в списках. И она, собственно, так и должна называться. А супрематизм – это тоже народное творчество, которое вот таким образом вылилось в неправильное название. Четыре работы Ольги Розановой в нашем собрании «Бубновая дама». Вот этот натюрморт, который здесь на выставке, «Город им». Такая поздняя тоже еще одна работа, светопись, да. Пестель и Удальцова обе на выставке. И Шевченко, который, как говорила Степанова, Родченко любил Шевченко, и потому что хохол, и потому что упрям. Вот были такие две фигуры, которые… Вот эта коллекция, 39 музейных предметов и три работы, которые ушли со временем. Но я боюсь просто… Есть еще возможность? Очень бегло вот про сам этот музей. Привезены они были в франкете вот в это здание. Наверху это здание сейчас занимается исторический музей. Это дом, особняк или палацца, как его называют, купца Рукавишникова. Такой миллионер был, Нижегородский. Причем в этом здании на первом этаже располагался художественный музей, на третьем и втором этаже мастерские, государственные свободные художественные мастерские. Еще располагался музейный фонд, и сюда франкете же привез вот эти 42 работы. Кстати, в городе воспринималось это как частная инициатива франкете. И вот никому сейчас не докажешь, что, собственно, это не была его частная инициатива. Он как уполномоченный, просто обязан был еще и заниматься тем, чтобы организовывать, чисто организационно устраивать вот этот самый музей живописной культуры. Разместить было негде эти работы, и поэтому там начинается очень долгий процесс отстаивания какого-то помещения, выделения помещений. Не буду вам представлять все эти очень сложные в архивах, все эти совещания, заявления, выступления. Франкете был очень радикален, кстати, в своих выступлениях, и он настроил против себя во многом нижегородскую общественность, потому что он говорил, вы не любите вот этого художника Соколова, это плохой художник, а любите нас. Вот мы вас научим, какую живопись на самом деле нужно ценить. Вот были такие заявления, в общем, они не вызывали, конечно, особой симпатии, потом было некоторое отношение у них сложное с директором художественного музея, а к тому времени художественный музей существовал уже 25 лет, он сливался с историческим, разливался, и к тому времени он назывался Народный художественный музей, и пригласили руководить этим музеем Лазаря Владимировича Розенталя. В то время Розенталь, известный искусствовед и сотрудник Эрмитажа, и Третьяковской галереи, ему было 25 лет, он был выпускником Санкт-Петербургского университета, ну и по соображениям чисто семейным, таким домашним, он поехал в Нижний Новгород, там, ну как бы, голодно было в Петербурге, они считали, кстати, так же, как и Куприн, что в Нижнем Новгороде был лучше. И вот Розенталь просто, у меня не было фотографий, единственная возможность, это недавно изданные книги «Непримечательные достоверности». Он очень много писал, но мало издавал при жизни, а вот после смерти, кстати, очень многие его публикации вышли, и в том числе вот эта книга мемуаров. Розенталь тоже со своей стороны, когда увидел эту коллекцию, ему захотелось, чтобы эта коллекция, ну не только захотелось, ну действительно, это было, может быть, и необходимо для собрания музея, перешла в художественный музей, в художественную коллекцию. Но, тем не менее, все-таки единственное упоминание о существовании музея живописной культуры и о том, что он был на самом деле открыт, я вот нашла в мемуарах Розенталя. Почему это здание я показываю? Потому что именно здесь, в этом здании, это здание городской управы, в центре начинается вот у нас центральная улица, Большая Покровская, и вот в этом здании, как пишет Розенталь вот в своих мемуарах, был открыт музей живописной культуры. Но, так я вам даже просто прочитаю, музей живописной культуры открылся в помещении городской управы на Большой Покровке, вызвал нападки кое-кого из губы с полкома. Помнится, даже мне пришлось защищать экспонаты этого музея. Просуществовал недолго и затем был целиком влит в подбластный мне музей, но включить это пополнение в экспозицию удалось не сразу. Розенталь не называют точной датой этого события, но примерно это был апрель и июнь, июль 1921 года. То есть в течение года Франкетти добывался помещение, и вот только в начале 1921 года это помещение ему было передано. Но здание управы, как вы понимаете, это не место для музея живописной культуры, поэтому очевидно, фотографий, конечно, нет никаких, очевидно, это было просто сколько-то залов, какое-то помещение, и скорее всего это была работа просто в режиме выставки. В режиме выставки музей не был создан организационно, у него не было ни директора, не было ни сотрудников, ни какого-то там документов не осталось. Единственное вот это упоминание, что был он открыт в помещении городской управы. Все, более никаких упоминаний нет. И что самое интересное, краеведы, обычно такие скрупулезные, дотошные краеведы, ни одного краеведа, не имею в виду даже современных, а и в 20-х годах нет упоминания о том, что был такой музей живописной культуры. Опять же, я думаю, почему так случилось. Воспринималось как частная инициатива Франкетти. Воспринималось, что эти работы, они принадлежат как бы государственным художественным мастерским. Это часть вот этих мастерских, как некие там учебные пособия для того, чтобы можно было там воспитывать, показывать молодежи, но не как самостоятельная совершенно вот такая музейная структура. И в Нижнем Новгороде был создан ГУП-музей, как возглавлял это такое учреждение, возглавлял все музеи. И вот в отчетах этого ГУП-музея там есть все списки музеев. Музея МЖК в этом списке нет. Хотя упоминается там судьба коллекции, там упоминается и название музея живописной культуры, и шли там вопросы, дискуссия о дальнейшей судьбе этой коллекции, но самого как бы музея не существовало. Во всяком случае, по отчетам, по спискам официально он не был создан. И вот считайте, был ли музей живописной культуры или не был. Ну, если он существовал, то в течение вот с апреля по июля несколько месяцев. Дальше Франкетти уезжает в Москву. Вместо Франкетти остается Куприн. Куприн в основном был занят художественным процессом, занимался организацией уже на базе мастерских художественного техникума. Хотя именно Куприн передавал потом эти работы. Розенталь все-таки добился, чтобы эти работы были переданы в художественный музей. И Куприн, очевидно, ему передавал. И был, я думаю, причастен к первой инвентаризации, первой научной каталогизации этой коллекции. Такой любопытный документ, но трудно, конечно, его прочитать. Судьбой этой коллекции все-таки и интересовались. Из Москвы, из глав науки был сделан запрос. В 1922 году существует ли эта коллекция, выставляется ли эта коллекция. И вот такой ответ 1922 года, который был направлен. Этот документ находится в Гали. Вот такой ответ. И здесь перечислено, сколько работ. Всего 42 на самом деле работы существуют. Из них до 28 работ находилось в постоянной экспозиции Розеновой. И остальные работы находились в фондах. В том числе, кстати, и Малевич, и Родченко находились в фондах. Но в 1922 году они все-таки были представлены в экспозиции. Вообще, в начале 1920-х годов, в 1923 году музею передается отдельное здание. Это здание Купса Сироткина. Это наше классическое такое историческое здание. Так оно выглядело раньше. Рядом стояла церковь, которая, вот видите, закрыта. На слайде специально крест был закрыт. Это не дефект слайда. Это специально его закрыли. И потом на этом месте была построена гостиница «Россия». Вот открывалось это здание. Приезжал Луначарский. И в этом здании, в архиве тоже есть упоминание. Был как бы отдел таких новейших течений, где экспонировались работы художников «Голубой розы», «Бувнового лета» и «Мишень». Но фотографии мишени не было. Фотография сохранилась одна, но парадоксальная совершенно. Вот в этом зале должна была находиться экспозиция отдела новейших течений. Эта фотография 1926 года была сделана, скорее всего, для Луначарского, потому что мы сделали такой альбом подарочный, поскольку он присутствовал на открытии. И вот в этом здании, в этом помещении была устроена выставка новых поступлений 1926 года. Тоже по-своему уникальный кадр. Вот в этих поступлениях уже пришли другие работы. Видите, наверху там вот Куприн, Арапов, Багаевский, Грабарь, Григорьев, маленький портрет. То есть начались уже пополнения этой коллекции. И все-таки на основе коллекции МЖК это была основа нашей коллекции «Авангарда». Вот я о чем говорила, что единственная работа, которая пришла в 1929 году из Москвы, из Третьяковской галереи, но в Третьяковской галереи она была недолго, до этого она была в музее живописной культуры. И вот как раз к нашему, тоже имеет отношение к нашей теме. Кроме наших 42-2 работ, вот еще одна работа была из Московского музея. Все остальные пришли другими путями. Ну и местонахождение неизвестно, так я назвала. В этой же коллекции, которую я вам показывала, но не могла показать. Хотя, может быть, эти работы существуют. Я не могу сказать, что они утрачены. Просто вот Юон, был Юон, Троица-Сергевская лавра. И он был списан по акту в 1934 году. Причин не называются, просто списали. В 1934 году Юона и две работы Павла Кузнецова и Уткина, они были утрачены во время Великой Отечественной войны, они были похищены. Они были тоже списаны по акту в 1950 году. Но, в общем, это как-то так очень все спокойно воспринималось. Было сказано, что лучшие работы были эвакуированы в Новосибирск, а остались работы категории третьей, четвертой и пятой категории, которая по вот этим спискам не имела вообще никакой художественной ценности. Поэтому не вызывала особых каких-то таких недоумений. И вот эти работы Кузнецов и Уткин, я вообще не исключаю, что они могут где-то всплыть, если они были похищены. Ну, как говорят, рукописи не горят. Вообще, на самом деле, картины горят. Но вот, может быть, они как-то и уцелели. Было бы, конечно, интересно, если кто-то что-то, может быть, и узнает о этих работах. Возможно. Как дальнейшая судьба этой коллекции сложилась? С 80-х годов, соответственно, начались такие гастроли международные, которые не прекращаются по сей день. И впервые в 89-м году поехал Кандинский в Швецию. Когда-то в 17-м, 16-м году он в Швеции закончил дореволюционные гастроли. Имеется в виду вот эта импровизация. И с 89-го Кандинский в Швеции, так называлась выставка, вот он тогда впервые. То есть впервые увидели не мы. Я пришла в середине 80-х годов в музей, я Кандинского не видела, Малевича не видела. У нас висело несколько работ Бубнового лета. Там висел, ну кто, Куприн висел, там Рождественский висел, было несколько работ. А вот эту работу впервые в 89-м году мы уже увидели, сотрудники, тогда молодые сотрудники музея, увидели после того, когда она вернулась в Швеции. После шведских зрителей мы могли посмотреть. Ну и последняя выставка, на которой мы недавно были, это выставка в Базеле, в Швейцарии, выставка, посвященная юбилею Черного квадрата. Там была наша работа Поповой, поскольку она была когда-то на этой знаменитой выставке 010. Что я хочу сказать? Вот эта коллекция, Нижегородская коллекция, МЖК, как мне кажется, все-таки она имеет право на существование именно как коллекция, как совокупность музейных предметов, объединенных одним или несколькими признаками, имеющие научный, художественный интерес. И поэтому она достойна так называться. И мне кажется, что она достойна быть опубликована именно как цельная коллекция, представляющая вот такую автоконцепцию. И еще Александра Родченко, и в то же время соответствующую положению Мамузея живописной культуры. Спасибо. Инна, может быть, есть какие-то вопросы? У меня есть дополнение одно маленькое. Вот вы показали работу Франкетти, портрет мужчины, неизвестный, кто изображен. У вас есть версия? Не есть версия, да. Савенков? Нет, там Савин, возможно. Савина не было такого. А вы знаете, вот в группе «Кольцо» в Харькове был такой Савин, который с Фальком общался. Да. Да, только вот я не могу найти его фотографии. Если удастся найти фотографии, Савин. А я предлагаю вам подумать, знаете, о чем? Что художник Савинков, Виктор, брат этого террориста известного, он тоже был... Ну, есть известный портрет Фалька, неизвестного персонажа. Точно так же сидит ногу на ногу, с тем же цветком, небольшим другом ракурсом. Абсолютно они сидели, писали вместе, да. Он на фотографии только черно-белой сохранился. Да, в каталоге есть. Да, и есть сведения, что некий Савин, значит, изображен там. Да. А художник Савинков, Виктор, участвовал вместе с этими мастерами на выставке 15-й год, которую Корнаухов делал. Вот все три участвовали на одной выставке. Савинков, Франкетти и Фальк. А работа как раз подходит к 15-му году. Ну, то, что она 15-го года, это понятно, что они сидели с одного фикуса и с одного мужчины писали. Так что, может, это и Савинков этот, а не Савин. Савин, который тоже с ними участвовал на той же самой выставке в 15-м году. Была еще такая фамилия там. А, был там Савин? А вот если, да, взять какие-то в контакте. Нет, в списках нет Савина. А есть Савинков. Будем искать. Хорошо, спасибо. Ну вот, тогда, если вопросов нет, у нас сейчас перерыв.